Стали известны подробности крупной спецоперации Кайман, которую наркополицейские провели сразу в нескольких регионах. Задержанные более ста человек, как правило, курьеров вербовали на территории Украины. Схема была простой, безналичный расчет и товар в тайнике. Кадры оперативной съемки у Александра Черепниной. Один пакет, в нем раз, два, три, четыре упаковки. Берем любую из них. Это написано японская липа. На яркой упаковке мелкими буквами. Зеленый чай с ромашкой и лимонником. Но указанный состав к содержимому, как оказалось, отношения не имел. То есть здесь, в этой женщине, здесь наркотики? Угу. Их фасовали вручную. В пакетах, что не успели закрыть, нашлись ложки. Чтобы партия была похожа на фабричную, пачка к пачке, граммы отмеряли на весах. Как вы попали вообще в эту работу? Объявление. Ну какое? В двух словах. Объявление курьеров. По объявлению, как выяснилось, набрали многих. Вот еще один курьер. Тоже в Волгограде. В его рюкзаке такие же пакеты, якобы с зеленым чаем. А вот его коллега. Это уже Ярославль. У него из карманов оперативники достают ту же знакомую пачку. Упаковка товара, впрочем, все же имела варианты. Кадры из Крыма. Наркотики в небольших бумажных свертках, в пластиковых бутылках, в целлофановых пакетах. Все задержанные граждане Украины. На территории Украины действуют профессиональные вербовщики. Эти вербовщики направляют в Россию граждан Украины, которые проходят здесь стажировку, снабжаются денежными средствами и средствами связи. В основном молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет. Продавец и покупатель зачастую не виделись друг с другом. Расчет безналичный товар в тайнике. Например, зарыт в землю или вот спрятан в лесу. Из данной расщельны были извлечены 6 пластиковых емкостей, наполненные веществом растительного происхождения, зеленого цвета, предположительно марихуана. Пока товар не продан, его хранили в съемной квартире, которую арендовывали порой на несколько часов. Что это? Это же героин, да? А в Ивановской области наркоторговцы закрылись в квартире. В ответ на требование двери открыть – тишина. Пришлось замок распиливать. В это же время другая группа оперативников спускалась с крыши к открытому окну. Все задержанные снова граждане Украины. Группировка, в состав которой они входили, как предполагается, причастна еще и к незаконному обороту оружия. Пистолеты и боеприпасы были изъяты в Москве при проверке автомобиля. Действовала банда и в Ростове-на-Дону. В ходе проверки хостела задержан гражданин Украины, у которого изъято самодельное взрывное устройство. Данный гражданин намеревался совершить террористический акт в месте массового скопления людей. Спецоперация проводилась в Центральном, Южном и Крымском федеральных округах. Только за сбыт и хранение наркотиков были задержаны больше 120 человек. И не исключается, что у них еще остались сообщники. Александра Черепнина, Андрей Кириллов, Первый канал.